приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сетникова и сегодня отчет о проделанной работе чем я занималась и конечно же немножечко лайфхаков от меня не обязательно так делать но так делать очень очень красиво получается итак я показываю вам нашу спальню конечно же пока полуфабрикат я наклеила обои позавчера по моему снимала ролик показывала некоторые моменты вам как это делать вот и я очень довольна результатом сегодня еще вернее вчера я покрасила кирпичики до них еще дойдем и покрасила рамы не рамы а уголки в нашей спальне даже вот сейчас вечером видно что они не белые я сделала тон который есть на обоях такой чуть 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 серо-бежевый и на мой взгляд это совсем другая история нежели белым цветом покрасить я сначала покрасила белым цветом посмотрела нет не то нет очертания окон они и так здесь узкие в белом цвете они вообще потерялись и получились такие щелочки так что друзья важен важные вот такие нюансы а вот такие детали казалось бы незначительные на самом деле это меняет в корне образ всей комнаты так что делайте на этом акценты экспериментируйте пробуйте и у вас обязательно получится красота красивая теперь по поводу вот этих обоев друзья мне это очень очень нравится мне поступают комментарии что лена это если вам нравятся обои это не значит что это будет красиво смотреться посмотрите на эту тематику там мосты зачем вам нужно это в изголовье друзья еще раз повторюсь я делаю для себя понимаете для себя мне нравится бродить по этим улочкам я вот сейчас сижу здесь и на диване конечно здесь не будет дивана будет стоять кресло и я буду вот так вот ходить и бродить по улочкам вот этого старинного города кстати город очень похож на санкт-петербург мосты вот эти всякие речки каналы в общем зелень но она здесь конечно бежевого цвета и я люблю фантазировать я могу вы знаете отключиться и вот просто мысленно побродить по этой картинке по этому городу мне это нравится если это вам не нравится пожалуйста не делайте так у себя дома делайте как вам нравится так что еще хочу сказать вот такую я сейчас подойдем поближе сделала здесь экибану такую небольшую очень красиво смотрится это хоха хоховская корзинка кофе заказывала конечно же стульчика здесь не будет и здесь будет стоять тумбочка но может быть с другой стороны комнаты где вместо вот этого дивана диван будет стоять в другом месте будет стоять комод и по бокам будет стоять этот стул и конечно же я сделаю вот такую композицию которая но очень мне нравится здесь из фикс прайса вот эти новогодние веночки давай борис я покупала вот эти вот цветы искусственные но они смотрятся как натуральные и еще друзья я покрасила стул лаком сейчас я вам покажу этот лак он просто бомба он незаметен и это совершенно по-другому ощущается если попробовать я не буду дотрагиваться сейчас до стула потому что руки у меня все в краски мы никогда нужно и работу делать и ролики снимать конечно же никогда следить за руками очень хорошо вписался сюда вот этот мой фонарик который я тоже сделала из фикс прайса и бутылочки из-под вина и на отведали мы с дочерью и еще светильничек вот такой красивый получился у нас тут молим моничка ты играешься да ты нам немножко мешаешь ты с мышкой бегаешь до с мышкой бегаешь где мышка мани где мышка вот там мышка да ты с ней носишься носишься с этой мышкой 20 числа не будет вот это аля пистово повторяюсь для некоторых аляпистово я эту девушку заблокировала так она как бы приходит с других зарегистрированных аккаунтов ну мне же ничего не стоит и там ее заблокировать которая попыталась меня научить русскому языку что нет такого слова аляписты есть аляповый может быть и есть аляповый но все говорят аляписты ну и вообще канал не лингвистический не нравится вам идите себе на другие каналы вот это было мне смешно правда ну правда смешно вот она теперь каждый день ходит с других аккаунтов и пишет всякую гадость но ладно не будем останавливаться на этом посмотрите как красиво смотрится вот эта баночка которую я вы нашла которую выкинули в конце огорода по осени я когда копалась нашла вот эту красоту а сейчас вот хожу по магазинам еще специально что-то подобное но какую-то консервацию вот в таких вот баночках не нахожу очень красивая банка очень красивая получилось вазочка и вот роза теперь в ней живет так да покажу вам поближе сейчас вот то что я покрасила вот эти наши наличники вот сейчас в таком вот свете видно что они немножечко в серо-бежевый такой тон очень красиво то есть и очертания окна а явно выражены не теряется окно в комнате то есть не теряется его размер и без того узкий но и хорошо гармонирует вот с этими обоями здесь еще по бокам будут молды лёша год приедет завтра вечером послезавтра мы планируем вот прикрепить сюда эти молды и планируем постелить кварц и нил на пол в этой комнате хотя бы так что аляпистого вот этого линолеума хотя бы здесь уже не будет так об этом рассказала обещала показать лак который я купила на в адрес и заказала еще две бутылочки поскольку лёша тоже будет в общем приводить в порядок свою кухню переделывать покрасить будет короче старую кухню будет реставрировать и нужен будет лак сейчас я вам его покажу пока давайте полюбуемся еще вот этой вот и гибаной кстати вот это саше очень вкусно пахнет тоже покупала на в адрес не дешевая по моему 400 рублей но продается вот в таком вот стаканчике красивом и поставила у себя так скажем близко-близко голове где сплю и дышу сейчас вот это приятным вот этим запахом ну и вот еще не успела сделать очередной светильник бутылочка есть но по моему даже и вот так вот очень красиво смотрится эти розочки в этой коробочке из фикс прайса так все показываю вам лак вот такой вот лак называется асента здесь 250 грамм но он ну как сказать с минимальным расходом то есть много можете покрасить этим лаком 240 рублей сейчас стоит на вайлбарис так что я просто рекомендую вам этот лак моничка прыгнул водички попить убрала воду на этот стол не знаю что случилось вода стояла у нас тоже нашла место вот здесь вот возле трансформатора и он ее перевернул как я испугалась была в комнате слышу грохот прихожу а это бодейка в общем перевернута все разлилось я давай скорее из розетки все выключать и в общем теперь будет стоять вот здесь вот на столе на пол не ставим потому что пылюка летит сейчас ремонт и быстро ну как пленка образуется из пыли не хочу чтобы коты это пили вот здесь повесила я градусник такая температура в доме 24 градуса 2324 вот это и кибана из старой квартиры сюда очень хорошо вписалась и вот посмотрите здесь я не буду покрывать наличник краской здесь он покрыт как раз вот этим лаком покрыт лаком в два два раза два слоя и вообще не нарушена структура дерева я имею ввиду видна структура дерева вот это я и хотела здесь добиться на кухне решила оставить вот такие совершенно натуральные наличники и только лак краски здесь не будет так давайте пока не перешли на тему кирпичиков сейчас покажу вам и расскажу про стены ну вот посмотрите как красиво это выглядит значит со стенами пришлось немножко поморочиться я не включаю свет потому что при свете вообще вы ничего не увидите то есть камера не берет такой вот цвет посмотрите какая ровная стена получилась красила я в три слоя первые два слоя я красила краску вот эту делюксов скую бинго 7 я разбавляла немножко совсем чуть-чуть водой коррировала тоже делюкс серой посмотрите видео есть на канале про эти краски уже показывать не буду и вот двумя слоями я покрывала эти стены такой ну я бы сказала густой краской не нравилось мне были какие-то проплешины в общем но все-таки я не профессионал не мастер профессионал по оштукатуриванию стен естественно у меня не получилось идеальная стена но вообще результат меня все равно радует и поэтому краска после моей шлифовки стен не совсем ну как бы ровно ложилась значит валиком я красила велюровым сейчас покажу вам его вот этот валик он маленький скажем так вот я сейчас отнесу вот так вот подальше чтоб вы понимали там где-то сантиметров 8 ширина валика не больше очень долго все это происходило и он ну так скажем маленький по диаметру и долго красилась может быть поэтому и были проплешины потому что был маленький валик а может быть потому что третий раз я развела эту краску очень очень жидкое сделала то есть и ну не как сметана даже жидкое еще больше то есть не совсем как вода не как молоко немножко гуще вот так скажем но тем не менее все равно редкая и потом третий раз я покрасила другим валиком вот этот большой валик здесь немножечко другая щетина так скажем немножко больше и вот после этой покраски вот этой жидкой краской посмотрите какой получился результат сейчас я попробую включить свет может быть все таки со светом лучше будет но друзья я очень довольна результатом нет никаких проплешин нету полосок и я хочу сказать этим валиком буквально за полчаса покрасила всю комнату и жидкой краской и вот итог два с половиной литра краски deluxe bingo 7 мне хватило на комнату и мне еще хватит покрасить кирпичики еще и останется вот представляете 1700 1690 рублей я покупала на озоне эту красочку и вот мне хватит можно сказать на две комнаты покрасить кирпичики и покрасить вот эту комнату вот представьте сколько бы я потратила денег на обои вы мне там пишите что обои ну как бы лучше в доме нежели краска не знаю во первых это практичнее где-то выпачкалась это моется можно подкрасить не дерут кошки ну и вообще я считаю обои это какой-то прошлый век вот это мое мнение никому его не навязываю но думаю что я так считаю что окрашивание стен это гораздо практичнее это дешевле и это ну красиво смотрится если с умом к этому подойти ну а теперь давайте перейдем на тему кирпичиков посмотрите какая красивая стала стена я вам сейчас покажу разницу вот эта стена и вот эта стена эта стена еще не окрашена может быть камера не передает но я с уверенностью вам могу сказать что вот эта стена гораздо красивее смотрится как же я ее покрасила и чем значит это все та же окраска делюкс бинго 7 бинда или бинго не ошибиться бы по моему бинго 7 но разведенная вот просто как водичка разводила я водой вот чем хороши краски на водной основе что их можно разводить водой и потом просто красила кисточкой а идею вот эту мне подсказала моя прошлая жизнь я сейчас вам расскажу немножечко историю и по ностальгирую о том времени я родилась на украине в городе брянка сейчас это лнр у нас был свой дом и и было печное отопление и мы топили углем в доме были стены которые мама постоянно весной белила и конечно же просила меня ей помочь и вот эта побелка запах которой я никогда не забуду именно побелка вот этих стен навела на мысль а почему бы мне краску не развести до состояния побелки и покрасить стены щетки тогда были это называлась щетка я сейчас даже не найду есть ли такие в интернете даже невозможно найти это было щетка мы ездили на базар тогда были базары это сейчас рынок а тогда был базар в город кадеевка ныне стаханов и на этом базаре конечно это был субботний или воскресный день базары начинались рано утром 6 7 утра уже люди стояли торговали и вот стояли в ряд торговцы этих щеток вот они такие все были распушены это потом их веревочкой бинтиком сматывали ну чтобы было удобно белить сначала они шли такие распушены я не знаю из чего они были сделаны но какой-то натуральный материал похоже на водоросли но это конечно были не водоросли я не знаю что это было вот и мы с мамой покупали эту щетку я даже помню запах этой щетки вот и когда наступал день по белке мы с мамой начинали белить она белила одну комнату я другую комнату спрос меня был строгий если были проплешины где-то полосы мама заставляла перебеливать в общем мама привела во мне любовь к трудолюбию и наверное но каким-то какому-то любовь к творчеству так скажем к созиданию я думаю что это именно идет из детства когда она детей приучают к труду что-то делать своими руками просят помочь я никогда не забуду какие черные были стены вот от угля можете себе представить уголь до пыль летит все это в доме и наступает весна и мы начинаем белить потом все полы в этой побелки моем несколько раз никогда не забуду этот свежий запах вот этих стен и вот эту радость радость весны что в доме чисто потом естественно все стирается вся тюль гордины все это гладится вешается и потом ходишь по этому дому и радуешься вот этому всему друзья прям вот честно говорю слезы наворачиваются вот вспоминая вот то время я не знаю что будут вспоминать мои дети но мамочка если ты меня видишь и слышишь там с небес посмотри какие сейчас у меня стены и спасибо тебе что именно ты привела вот это вот это любовь к труду вот так что друзья разводите краску водой делюкс не бойтесь и можно вот так вот покрасить кирпичики кстати вот здесь вот я покрасила кирпичики лаком но буду перекрашивать честно говоря мне не очень это нравится вот где матовый цвет вот я вам показываю матовый цвет а вот здесь я просто попробовала посмотреть как это будет смотреться вот еще отвечу на комментарии по моему то не шикуля писала что зачем ты пробуешь вот на видном месте тань мне перекрасить это вот расплюнуть так сказать да почему на видном месте чтобы я видела преломление света свет падает внизу я не увижу нравится мне или не нравится поэтому вот на уровне глаз я это делаю и если мне не понравится я просто одним движением все это закрашу и переделаю ну а вы напишите мне вот как вам что вам больше нравится какие кирпичики вот я вам показываю эти с лака но это лак другой это лака дали с перламутровый тоже показывала вам как-то его это не тот лак про который я сегодня вам говорила и вот кирпичики матовые покрашены очень жидкой красочкой разведенной водой deluxe bingo 7 а вот так что вот такие мои продвижения они друзья еще покажу еще расскажу один лайфхак сейчас я же сегодня еще прикрутила вот эти вот ручки сейчас расскажу про ручки и вот это вот часть кухни уже готова здесь я прошлась лаком до друзья прежде чем пройтись лаком зашкурьте вот такой нулевочкой наждачной бумагой сначала зашкурьте и потом пройдитесь лаком я не знаю камера не передает очень гладкая поверхность хорошо моется в этом не писали а мыть можно да можно только покройте лаком и про ручки хотела вам рассказать значит смотрите какой лайфхак мы же здесь убирали пленку которая составляла нам глубину вот эту вот глубину короче и поэтому ручка не до конца прикручивалась естественно не хватает этой глубины из-за пленки она не до конца прикручивается смотрите что я сделала так давай фокусируйся видите вот эти ниточки торчат это вот жутовый этот канат или шпагат я намотала можно конечно купить шайбу и сюда ее ну как бы приделать до сначала шайбу а потом вот этот болт но я вышла из положения вот жутовым канатом несколько сделала обвитий и все ручка теперь стоит мертва она не шатается все очень очень хорошо вообще хочу сказать друзья это очень хорошая кухня если исключить вот это ну покрытие сверху а так в принципе она очень хорошая здесь крепкая вот это вот части посмотрите как красиво смотрится именно вот так желтая ну там ванильная или какая-то светлая фронтальная панель а кухню я не трогала вот здесь вот я сделала но жалею можно было этого не делать эти покрасила прям по этой ну прям ничего не сдирая я имею ввиду вот здесь а вот так вот мне кажется что смотрится гораздо лучше и вот здесь вот вот эти вот виднеются коричневые от кухни полоски и это ну это красиво в общем я буду красить только фронтальные панели значит эта кухня пойдет в летнюю кухню но несколько ящиков вот этот вот этот и вот этот пойдут мне в рабочий кабинет мне будет где храните пряжу и спицы и все тому подобное ободрала я еще вчера вот эту пленку сошла на ура прям вот раз два и сошла за исключением одного места вот этот верхний ящик я намучилась видите вот здесь вот зеленое вот это вещество которого здесь не пожалели и хорошо приклеилась эта пленка но я благодарю те кто создавал эту кухню что они не пожалели только в одном ящике вот этого клея везде практически этого клея не было и он просто сорвался на ура вот останется мне сорвать вот этот вот ящик верхний ящик внизу вот над мойка ну вот в принципе и все ну вот мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео завтра приезжает лёшек послезавтра будем стелить пол конечно же все вам покажу расскажу я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока